В Тебе, Спаситель, моя сила. Слава Богу! Блажен, сказано, у кого сила в Тебе. И на первый взгляд, как бы, услышав это слово, можно подумать, ну, раз сила в Тебе, в человеке, в котором сила Божия, наверное, жизнь его будет особенная на этой земле. Да, она особенная. И дальше сказано, у кого сила в Тебе, их жизнь. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и Бог покрывает ее благословением. Слава Богу! Те люди, в которых сила Божия, которые знают Бога, которые живут с Богом, когда мы посмотрим на историю этих людей, их жизнь не была завидна на этой земле. Писание говорит, тех, которых весь мир был недостоин, я не сомневаюсь, что там была сила Божия с ними, что с ними был Господь, но они страдали, они скитались, они терпели озлобление, и это облако свидетелей, и они говорили что-то о себе, что они странники и пришельцы на малое время на этой земле. Слава Богу! И они в мыслях, в разуме, в сердце своем не имели то Отечество, с которого вышли когда-то. И поэтому Писание говорит, таким людям Бог приготовил город. Слава Ему! Сегодня у нас еще как бы продолжается тема своего рода Рождества Христова. Это великое воспоминание истории явления славы великого Бога в лице этого маленького младенца, которое переменило жизнь и историю всего человечества, при появлении которого для многих это был ужас и страх, и многие о его явлении, о его рождении возрадовались. Так и сегодня особо ничего не меняется. Я хочу поделиться Словом Божьим под названием и одно место прочитаю из Священного Писания, хотя буду использовать больше, но называется она так – «Росток из сухой земли». Это книга пророка Исаия, 53 глава, с 1 стиха и по 2. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Слава Богу! Это напоминание или провозглашение то, что должно было произойти. Пророк Исаия вообще удивительно говорит о всем, что со Христом должно произойти, такое пророчество удивительное. Но здесь все описывается, когда мы внимательно смотрим, что как бы это все над Ним уже совершилось. И только в конце, как стоит на будущее, когда же душа Его принесет жертву милостивления. А все повествование говорит, мы презирали, мы уничижали, мы в Него что ставили, Господу было угодно, Он уже предал Его, все было сделано в очах Божьих, в Божьем присутствии, в Божьем промысле, в самом Боге это было все сделано. Осталось только одно – явить это все. И еще одно – и согласие Сына Божия, Иисуса Христа, на то, что Отец сделал уже для Него. Поэтому сказано, когда душа принесет жертву милостивления, Он узреет потомство долговечное. Итак, росток из сухой земли. Мы все многие знакомые с землей, с аграрными какими-то действиями, и мы понимаем вообще-то, если посмотреть, поразмышлять немножко об этом ростке, сухая земля, мы прекрасно понимаем, что все-таки для каждого семени, для каждого ростка, чтобы началось какое-то движение жизни, то земли самой плодородной, но если она сухая, абсолютно недостаточно. Обязательно нужна быть влага, хотя бы немного, в этой земле, иначе она не прорастет. Сухой земле как бы не должно быть жизни, но это так в природе, это так у людей, это так на земле, но здесь речь идет о другом ростке, в котором есть не только жизнь, и влага, и дыхание, и все, слава Богу. Поэтому вот этот росток, он из сухой земли, который не привлекал людей тогда, не привлекает сегодня. Я прочитаю другое место, которое мы знаем, которое больше открывает эту истину, или напомню проще. «Вначале было Слово», говорит Иоанн, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть. И немножко пропущу, и Слово это стало плотью. Оказывается, о ростке этом идет речь. Вначале росток, которое, естественно, нет ничего, ни величия, нет ни плода, никого не интересует. Эта речь идет о том Слове, которое было вначале у Бога, но которое впоследствии стало плотью. И той плотью там, в этом сарае, когда лежал тот младенец, никто особо не интересовался. Очень мало людей, которые видели в этом младенце, какую-то особую жизнь, какую-то особую силу. Некоторые через откровение пришли пастухи, увидели, и потом возвратили славя Бога, то есть радуясь об этом явлении. Только некоторые мудрые люди издалека пришли и поклонились этому младенцу. И только один праведный человек, который пришел по вдохновению в храм, он взял этого младенца на руки и увидел его не просто младенцем, он видел его спасителем миру, он видел его жертвою предстоящей, он видел его Господом, он видел его царом царей. Итак, росток из сухой земли. Вначале было слово. Апостол Павел говорит в послании Тимофея еще об этом слове так. Великое и беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Почему Он явился? Откуда? Для чего Он явился? Потому что вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеку, и пришел к своим, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Пришел к своим, и свои не приняли. Оказывается, это слово, этот свет, Он был уже в мире, Он сотворил этот мир, Он явил, но люди так и не познали, где, кто, что-то за росток, и что с ним делать, и что от него можно взять. И поэтому у Бога остается план, чтобы открыть людям очи на свет. Пришел на эту землю вновь свет, в полной полноте, в этом сухом ростке, в этом младенце. Пришел на землю сам Бог. Как это в нашей практике сегодня? У нас всех есть сегодня книга Библии. Мы все сегодня читаем и знаем Божие Слово. Может быть, наизусть и помним. Но как, чтобы от этого Слова пришла та жизнь, которая пришла с этим Словом, с явлением этого младенца? И есть ли сегодня один фактор этой жизни в каждом из нас, насколько он есть? И если нет, то почему его нет? Потому что первый проповедник или проповедники, или один там был, проповедовал, который возвестил явление Иисуса Христа, не просто, что пришел, родился кто-то, но сопровождение этого явления, которое характеризует определенное качество чувства для всех людей. Я возвещаю вам великую радость. Представьте себе, как картина, не просто радость, а великая радость, которая будет не просто какому-то определенному народу, всем людям. Но почему сегодня? Почему сегодня так мало радующихся людей? Радость, естественно, она не всегда улыбкой выражается. Она не всегда каким-то может быть. Есть радость со слезами на глазах. Есть радость, которая Слово Божие говорит в 2-м Псалме. «Господь сказал, возвещу определение, Господь сказал мне, ты, Сын мой, я ныне родил тебя». И дальше говорит, радуйтесь с трепетом, почтите Сына, радуйтесь с трепетом и служите со страхом. Почему сегодня, так сегодня живущие на этой земле бедны на эту радость? Где ее откопать, откуда ее взять? А вы знаете, она находится в этом ростке. Который не имеет ни вида, ни величия. И к этому ростку все мы имеем доступ. К этому ростку он близок возле каждого из нас. И что это за росток? Да это Слово Божие. Разве мы не знаем? Которое стало плотью, которое обитало с нами, которое сегодня и есть в домах каждого из нас, на столах, и в устах, говорит Писание, и близко к сердцу. Но если, но этому ростку нечто нужно, этому ростку что-то нужно, надо, да, хотя бы эта сухая земля, но она нужна. Что сегодня нужно, чтобы от этого ростка, от этого Слова мы получили тот плод, который не только радость, это уже последнее, то, что имеется как бы в закончении, оно и первое, которое несет Царство Божие, которое есть праведность, мир и радость во Святом Духе. Что нужно сделать с этим ростком? И что мы делаем сегодня? Мы понимаем, что всякому растению, всякому семени, чтобы оно открыло себя, чтобы оно показало, что это за растение, что в нем есть и какие плоды, нужно некоторое время, нужны условия. И самое главное, что нужно, нужно постоянство. Я думаю, мы все никогда в жизни нашей не садили вот так картошку, не практиковали, к примеру, посевную, огурцов или чего-то сегодня, посадили, он пророс, мы вытащили, опять посадили, вытащили, посадили, вытащили, посадили. Мы знаем, что так плода никогда не будет. Может быть хорошо, если оно полностью не засохнет. Как это практики в нашей жизни? Мы имеем Слово Божие, мы Его знаем. Но речь не о том, что ты и я знаешь Его и даже помнишь. Первый в Солом Иаков говорит, но кто вникнет? Закон совершенный, закон свободы, еще не все, и пребудет в нем. То есть останется в нем. Посадил это семешко и оставил его там. Не вытаскивай его на воздух, не вытаскивай на ветер, не вытаскивай то Слово из своего сердца в этот мир. Не запускай это земное, плоское, человеческое. Согрей его верой и любовью, как Христос говорит. Это семя, которое упавшее, и хранится в добром и чистом сердце, оно начинает там прорастать. Оно вырастает вначале младенцем Иисусом, потом мужем, юношей и так далее. И там что-то происходит. А та жизнь, которая в этом семени, в незавидном ростке, как сегодня многие пренебрегают, прямо скажу, размышлением о горнем, о Слове Божием. Мы его знаем и думаем, достаточно. Я же его читал, что я Библию не знаю. Здесь речь идет не об этом. Но блажен муж, не тот, который только не ходит, не ходит на собрание нечестивость, не стоит на пути грешного, в собрании развратителей, но в законе Господа не читает. Нет. Мы не можем читать день и ночь. Но в законе Господа, воля его, и о законе его, он размышляет. Он вникает и размышляет день и ночь. Ложусь и встаю. И тогда идет обетование Божьей в силе. И тогда, он говорит, тогда этот росток начинает показывать, когда он остался в твоем сердце, когда он не вытесняется чем-то другим. Как говорит Писание, та хорошая земля, которая подавляется сорняками, говорит, другие пожелания приходят и вытесняют это семечко. И ему нет места в сердце, ему нет заботы, о нем нет переживания, о нем нет молитвы, любви, тревоги. Другое что-то пришло. Оно называется сорняком. Все другое, кроме Слова Господня, оно сорняк. Оно пройдет. Оно может быть дать тебе богатство, хороший дом, хорошую работу, устройство, внешний вид, слава и что другое. Но жизнь вечную, она только с этого сухого ростка. Слава нашему Господу. Слава Божия только в сухом ростке. И его надо полюбить, и его надо положить в сердце свое, согреть. И мы увидим. И что мы увидим? Апостол Петр говорит, и при том вы имеете вернейшее пророческое слово. Имеете. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющем темном месте. И когда мы пребываем в этом во свете, ходим во свете, Христос неоднократно говорил, образно тоже, прибудьте во свете, ходите во свете, и будете сынами света. И когда вы обращаетесь как к светильнику, то есть постоянство происходит, пребывание, размышление, начинает нечто происходить. Вначале вокруг тебя ты начинаешь видеть ту реальность. Ты начинаешь видеть то, что должен видеть, то, что было от начала. То, что было, и люди так и не увидели. И мир своей мудростью не познал, написанную, Бога у премудрости Божией. Так и не увидели. Пришел во младенце, вырос, совершал чудеса, знамения. Это сын Иосифа. И даже среди учеников Филипп в концу его дней жизни говорит на Христа. Иисус, да покажи же нам Отца. Да и хватит нам. А Иисус спрашивает, Филипп, я с тобой и с вами столько времени. И ты так и до сих пор не знаешь меня. Как мы сегодня, многие, может быть, очень много времени в молитвенном доме, очень много времени имеем Библию, очень много времени, может, и читаем, но знаем ли мы нашего небесного Отца? В этом как раз заключена и радость. Всегда я видел пред Собою Господа, ибо Он, надеснуя меня, оттого возрадовало сердце мое. Знать, что есть где-то мой Отец, и иногда может перезвониться с Ним, или быть всегда в присутствии Его. Это есть разница. Это отношение наше к этому слову, братья и сестры. Оно требует особого внимания. Оно требует чистоты нашего сердца. Это особое семя. Там другая почва. Не надо земная вода. В нем есть все для жизни и благочестия. Слава Богу! Но как ты относишься, и я к этому слову? К этому семени. И когда, говорит, вы обращаетесь, начинает вокруг святать день. Мы входим во свет. И человек, ходящий во свете, начинает, прежде всего, видеть извне кого? Во свете Твоем мы видим свет. А свет Бога есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Когда человек через этот росток, через это семя, через Слово Божие, он приближается к Богу. Он начинает видеть Бога где? Да везде! Который был, который просвещает всякого человека, который на этом месте, который в свое время был Словом. И там еще, до Едемского сада, это Слово после уст Божьих становилось плотью, слава Богу! И оно живо творило эту плоть. Но мир его так и не познал. И сегодня, прежде всего, ходя в его свете, он начинает видеть Бога где? Да везде! И сегодня где? В каждом из братьев, в каждой сестре, в каждом человеке. Почему? Да потому что он недалеко от каждого из нас. Потому что так просто ясно написано. Без него нет жизни. Бог – это и есть жизнь. Им все живет, движется и существует. А что такое в зеркало? А это премудрость его, в которой он явился. Это храм его, который он соткал своим же Словом. и помпселился там в каждого из нас, в каждого живущего и животворит. И если ты это признаешь, где почтить сына? Да вот рядышком. Посмотри налево, право. Братья сидят, сестры, нищие, бедные, богатые. Это только внешне. Это штора, которую Господь разорвал сверху донизу. Слава Тему! Для того, чтобы идти через этого младенца, вначале у младенца, в лоростке, увидел Бога и почтил Его, а потом начал видеть Его в каждом человеке, во всех живущих, и чтить Его чем? Любовью. Всех почитайте. Кротость ваша да будет известна всем человекам, потому что Господь близко. Где близко? Ну, мы знаем, в храме – да, на небе – да, у верующих – да, а просто в живущем. Близко или не близко? А что без Него может жить? Кто без Него может двигаться? Только присутствие Его дает жизнь, дыхание, и все. Слава Ему! Он – великий Бог, но надо на этом поверить, надо это увидеть. А чтобы увидеть, то Христос просто сказал – чистый сердце. Не то, что Его нету, не то, что не так сказано, не то, что не до конца написано. Просто мы сорняков много допускаем. Другие помыслы, другие помышления, другие желания, другие хотения, и они закрывают этот свет. И мы Его не видим, и мы Его не почитаем. Вот если бы пришел Иисус, я бы почтил бы Его. Пришел бы Христос – да. Ну, а тут ты стоишь, а тут Папа, а это просто служитель, а это просто тот, а просто этот. Да, этот росток непривлекательный. Но когда ты очищаешь сердце свое, ты начинаешь Бога видеть везде, во всем. И что дальше происходит? А дальше происходит то, говорит, и взойдет и в твоем сердце, и в моем. Утренняя звезда, слава Ему. Когда, говорит, твое и мое лицо открыто, посредством этого покрывала, которых Бог разторг, эту плоть земную, да посмотрите, убрал место, которое в одном месте люди... Вот здесь Бог, за этой занавесой, куда приходит первосвященник, и вот там Бог, вот там моему кадит, там поклоняется, мы все здесь в стороне. Господь сказал Самарянке, такое время кончилось. Нет определенного места для Бога. Бог разторг пределы, славы своей, слава Ему. Он говорит сегодня, я на всяком месте, и в Русалиме, и на горе, и в Барановичах, и в Дамановичах, и на этом месте, и рядом с тобою, и в твоем доме, в твоем жене, в твоем сыне, в твоем отце. Готов ли ты этому поверить, для того, чтобы служить друг другу любовью, со страхом и трепетом, поклоняться Богу? Где? Да начни здесь. Начни здесь. Он недалеко, Он рядом. Возлюбленный Богом, пусть благословит всех нас Господь. Это простая речь. Просто написано. И откуда радость? Иоанн говорит о том, что мы... Первое послание Иоанна, первая глава. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши. О слове жизни. Ибо жизнь явилась. Главный фактор явления или показания присутствия Бога, самого Бога, это жизнь. Жизнь есть Бог. Христос, жизнь ваша, Христос. Но как ты к ней относишься, и с ней относишься? Это другой вопрос. Ибо жизнь явилась, и мы видели, она от начала еще явилась. И свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, и Иисусом Христом. И что дает эта информация? Общение, говорит. И мы хотим, чтобы выявили общение. А что через это общение? Незнание. Я не общаюсь с вами. Некоторые мы, может быть, а вы со мной. Потому что мы в разных местах живем и не имеем такой возможности. Но Бог, Он на всяком месте. Слава Ему! Общение – это общие интересы. Это постоянное пребывание. И вот через это общение, и это пишем вам. Для чего? Чтобы радость ваша была совершенна. Слава Богу! То есть, постоянно. Вот откуда? Нет знания того, что у меня есть Отец хороший, богатый. Но где он, а где? Да где-то там, где-то живет. Но тогда, когда мы общаемся с Ним, общаемся с Ним, когда мы ходим во свете, когда мы видим этого Бога, когда мы верим, что Он здесь, Он рядом, и любовью служим Ему, почитаем Его в кротости, которая должна быть известна всем человекам. Вот так все просто. Ты веришь, уважаешь, почитаешь, служишь. Когда-то задал вопрос Кресту один человек, которому были, он увидел, он увидел, что к нему есть у Креста претензии по отношению к любви, потому что первая заповедь, ну, понятно, а вторая подобная ей аналогия, что с братом, сестрой, то и с Богом. А он говорит, а кто мой ближний, чтобы оправдать себя? А кто мой? И он сказал, иди, и ты поступай так. Иди, и так поступай. И будешь иметь и общение и с Отцом, и с Сыном Его. Пусть благословит нас Господь, братья сегодня и сестры, чтобы нам оценить отношение к этому расточку, насколько Он живет или бывает иногда в наших руках, в наших мыслях, в нашем разуме, в наших устах. Бог имеет право и достоин того, чтобы мы не просто давали Ему иногда место, чтобы Он жил в нас, чтобы мы пребывали в Нем, а Слово Его в нас. Если, говорит, это будет не квартиранство, не гости, а постоянство, тогда исполняется это Слово обетование, прекрасное, любящий нам, любящий, приятный для многих девяностый Псалом, живущий под кровью Всевышнего. щит и ограждение истины. Под сенью этой Он там покоится и только в Боге успокаивается. Душа моя, сказал Давид. И сейчас я читаю еще одно место пророка Исаия и хотел бы вместе с вами поблагодарить Бога, который просто, как когда-то Иисус перед своим уже отшествием говорил, скажи, я буду прямо говорить вам, скажу об Отце, прямо. Но Писание говорит, что Бог дал нам свет и разум. Для чего? Чтобы познали мы этого Бога истинного. Ну и что? И прибыли. Познали и прибыли в Нем. И когда ты в Нем, ты, говорит, Он в нас. И если слова Его в нас прибудут, просите и чего не пожелаете. Будет вам это обетование. Но не будьте, а прибудьте. Как важно сегодня это постоянство. Как важно сегодня Слово Божие стучится в наше сердце. И если мы будем честны и искренны, каждый посмотрит на свое помышление, что там больше преобладает. купить, продать, как сварить. Да разве хозяйки до сих пор не научились сварить, что все равно столько об этом размышлений и помышлений. А ведь там ясно просто сказано, как от потопа Бог посмотрел, что мир разращенный. И что Он увидел? что все помыслы, все мысли. Вот куда Он смотрел зло во всякое время. Ибо помышления плотские. Что это такое? Смерть. Это не жизнь для ростка. И это не пребывание под кровом. Это смерть. И Бог порой нас будит, доводя до реальной смерти. Пробудись, человек, у меня для тебя есть жизнь. Я не хочу с тобой встречаться. Я не хочу с тобой где-то быть на расстоянии. Я хочу жить в тебе, вселиться. Дорогая душа, и чтобы ты был моим Богом, моим народом, а я твоим Богом. Поэтому выйди, отделись, не прикасайся. Куда это выйти? Как отделиться? Я зачитаю еще два просто места, где, о чем говорит апостол Павел о послании филиппийцам, как выглядят все люди, которые не вышли, и почему они не вышли. Он говорит так, итак, подражайте это филиппийцам, 3 глава, 17 стих. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю. Почему? Потому что, вы знаете, это не о мире он говорил, апостол Павел, о народе Божьем, о верующих, которые знают, что есть Бог, но и на этом что-то и заканчивается порой. как враги, который поступает как враги Креста Христова. В чем же сила Креста? И почему враги? И их конец, так страшно сказано однозначно, резко, но так написано. Это не я, не мое, так написано. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. Что не такое страшное делают эти люди? Они мыслят. Их разум занят. О чем? О земном. Они мыслят о земном. Господи, ты не справлюсь. Зачем? То есть эти люди не живут в Боге. Они не дали место Богу. Они знают о Боге. Они Бога иногда зовут, когда болен, когда проблема, когда охрана, защита. Бог, приди. А Господь говорит, я не хочу приходить. Я хочу войти и жить в тебе постоянно. слава Ему. Сколько ты будешь звать и так не призовешь. Хочу прийти. Их слава в сраме. Они мыслят о земном. Наше жительство на небесах. И проблема в кресте. А что говорит крест? Что он мне говорит? Что тебе? А Павел Столупавлу он говорит так. Я не желаю хвалиться ничем, кроме этим крестом. Но не своим. А Господа Иисуса Христа, который для меня мир, который был, вот эта видимая штора, ширма, он распят. И я для мира. Поэтому для меня остается только один, тот, кто воскрес из мертвых. А Христос за всех умер, чтобы живущие не для себя, не для плоти, для дня мира, а для умершего и воскресшего за них жили. Чтоб живем ли, бодрствуем, чтоб жили, так написано, жили вместе с Ним. Где? В разуме. А как они не заботились иметь Бога в разуме, приходит нечто другое. Итак, еще одно место я напомню, и будем молиться, это пророк Исаия говорит такие слова о том благословении, о том посредством отношения к этому незначительному ростку, который так непривлекательный, настолько, что в последнее время, к концу времени Писание говорит, что многие все-таки опомнятся, и вот этот росточек, вот это слово, которое сегодня знаю, помню, понимаю, расскажу, но не оказывает во внимание, не пребываю, не размышляю о нем, не храню его в сердце своем, говорит, будут ходить от моря до моря, и не найдут, и не найдут. Поэтому сегодня, когда он близко, он стучит, он зовет, так и говорит, слово моё, как дождь и снег, оно приносит жизнь. Итак, пророк Исаия, такие слова я читаю, 15 стих 57 главы, ибо так говорит великий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его, я живу на высоте небес, есть такое место, где живет Бог, на высоте небес, мы все это признаем, и, наверное, очень много людей туда голову поднимают и чтут его там, благословляют, это правильно. Дальше, его святилище, в доме молитвы, да, вот, тоже здесь собирается верующий, здесь Господь, говорит, святое место, храм, он тоже здесь, приходит, будучи верен, в своих обетованиях, где двое и трое, слава ему, но еще это не все, его место обитания, его святилище, и так же равноценно и равносильно, и так же, что нужно для того, чтобы это увидеть в своей жизни, вокруг себя, и так же, с сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных, и в другом месте уже еще, где добавляют, и трепещущим пред словом моим. Вот дай этому расточку эти вещи смирения, трепет пред Божьим словом, что это для тебя не камень просто, а драгоценность, сокрушение, и мы увидим новую жизнь, мы увидим, что у Бога оказывается сегодня не только кто-то или что-то, а все новое. Да благословит нас Господь, пересмотреть наши мысли, пересмотреть наши отношения, к этому слову, к этому расточку, насколько он важен, ценен для нас, и взыскать его лица. Да будет ему слава за все. Аминь.